Пётр Он говорил о том, что я не предам Иисуса Христа, даже если мне надлежит умереть. Однако, даже перед девушкой, которая работает в доме священника, он отрёкся от Иисуса трижды. Пётр, после того, как отрёкся от Иисуса, представляете, как это было приятно дьяволу. Дьявол говорит, какой ты ученик Иисуса Христа? Не смеши меня. У тебя не получится. Да и изначально у тебя не получится ничего. Как ты можешь делать что-то, если ты просто был рыболовом? Даёт множество мыслей. Поэтому, как бы Пётр не размышлял, он понимает, что у него не получится, и начинает мучиться в этих мыслях. Когда он оказался в своих мыслях, самое важное, например, в армии очень важно иметь товарищей, правильно? Во время войны, когда я попал под пулю, мой товарищ спасёт меня. То же самое касается и братьев и сестёр. Очень важно, чтобы было общение между братьями и сёстрами. Очень важно, чтобы был пастор, который будет вести. Однако, если у нас не будет такой ситуации, зачем нам нужен служитель? Да? Подобные случаи часто могут быть у нас. Пётр, он увидел, как Иисус Христос воскрес. Он пришёл к Иисусу Христу. «Иисус, я трижды отрёхся! Помилуй меня!» Хотел сказать эти слова. Однако, у него не было возможности об этом сказать Иисусу. Что ты должен сказать? Да, признаться, что он был виновен перед Иисусом Христом? Да, назывался лучшим учеником Иисуса? А потом трижды отрёхся от Иисуса Христа? Да, дьявол говорит, какой ты апостол? Какой ты ученик Иисуса? Подобные мысли наполняют его сердце. Но Пётр... Насекомые едят траву. Да, он, наверное, подумал, «Я... Какой я из меня ученик Иисуса Христа? Я рыболов. Пойду ловить рыбу дальше». И он пошёл в прежнее место, где он был до встречи с Иисусом Христом. Но интересно, такие вещи очень хорошо распространяются. Когда Пётр сказал, что «я пойду ловить рыбу», тогда все ученики сказали «я пойду, я пойду». И все вернулись к прежней жизни. Однако, в тот день Пётр не смог поймать ни одну рыбу. То же самое, когда он встретился с Иисусом. Пришёл Иисус рано утром и говорит, «Закиньте сеть в правую сторону». Это Иисус и Пётр сели друг против друга. И Пётр теперь ничего не мог сказать Иисусу. Однако Иисус же… Что же скажет Петру? Какую же проповедь передаст? Никто не ожидал. Но Иисус говорит, «Симон, Йоанн, любишь ли ты меня, больше не шли они?» Иисус Христос куда направил сердце Петра? Да, направил в то место, тогда, когда он, Пётр, любил Иисуса Христа, тогда, когда хотел служить Иисусу Христу. Иисус обнаруживает его, это сердце. Почему? Потому что действительно Пётр любил Иисуса Христа. Да, он допустил ошибку, и поэтому трижды отрёкся от Иисуса Христа. И поэтому он думает, что какой я ученик Иисуса Христа? Я не ученик Иисуса Христа, я рыболов. Как я могу служить, да, и заниматься делами Иисуса Христа? Дьявол вложил его душу в это состояние. Однако Иисус пришёл к Галилее, к Петру, приготовил костёр, приготовил рыбу, еду для Петра, который устал, работая всю ночь. Иисус говорит, «Симон, я не любишь ли ты меня, нежели они? Знаете, и у меня, да, моя жизнь была некрасивой, однако, когда я получил прощение грехов, я увидел, как Иисус Христос очень крепко любит меня. Его любовь невозможно было сравнить ни с чем. Как такого некрасивого человека, как я, такого злого, как я, Он возлюбил и спас, я получил прощение грехов. Я получил святость от Него. Ничего себе, я свят! Я свят! Я страдал из-за греха, но однажды, мне казалось, что всё это снится. Всю мою жизнь я был готов отдать Господу Богу. И мне было бы не жалко, если я отдал бы мою жизнь, раздель Господа Бога. Все мы, тогда, когда получили прощение грехов, да, может, по-разному осуществляли, но всё равно все ведь были благодарны, ведь все почувствовали любовь к Христу, ведь мы были благодарны Господу за то, что Он пролил кровь свою за нас, за то, что Он был избит плетью за нас. У нас ведь была огромная благодарность. Однако сатана уничтожает такое сердце в нас. «Ой, какой я там ученик Иисуса? Как я могу быть учеником Иисуса? Нет, я рыболов. У меня не получится. Я должен пойти ловить рыбу». Вот дьявол ведёт нас сильно в эту сторону. В душе Петра было множество мыслей, что у него не получится. И то сердце, которым мы хотели жить ради Христа, тогда, когда было не жалко отдать свою жизнь ради Господа Бога, сатана уничтожает это сердце. Иисус, когда встретился с Петром, Иисус не стал возмущаться и говорить, «Почему ты предал меня? Ты ведь сказал, что не предашь меня. Почему ты предал меня?» Иисус так не говорил. Он говорит, «Симон Янин, «Любишь ли ты меня больше, неж ли они?» Иисус Христос, Он направляет сердце Петра в ту сторону, когда он получил милость, когда он любил Иисуса Христа. Ведет в сторону любви Господу Бога. И чтобы он почувствовал огромную любовь, благодарность, в эту сторону ведет сердце Петра. Иисус Христос, Он знал, что дьявол говорит Петру, «Да, ты получил спасение, но ведь ты трижды отрехся от Иисуса Христа. Как ты можешь называться учеником Иисуса Христа?» «Нет, у тебя не получится!» «Ты рыболов! Какой ты ученик? У тебя не получится!» Дьявол дает множество мыслей, поэтому Иисус Христос вытаскивает его из этих мыслей. Тогда, когда я встретился со Христом, тогда, когда я получил любовь Христа, когда я получил прощение грехов, когда Иисус Христос умер на кресле за меня, именно в это состояние Он ведет. И потом, когда Иисус Христос ввел его, то, да, Петр трижды отрехся от Иисуса Христа, но теперь это для Иисуса ничто. И он снова находится в любви Иисуса Христа. И теперь, да, Он трижды отрехся от Иисуса Христа. Казалось бы, Его грех очень большой. Говорил, что любит Иисуса Христа, а оказалось, это не так. Но теперь направление Его души поменялось. Да, то, что я отрехся от Иисуса Христа, какая разница, я ведь был таким человеком изначально. Ведь такого меня Иисус спас. Такого меня Иисус любит. Он очистил мой грех. Для Него то, что Он уже совершил, это не проблема. Да, меня была вела суета. Братьями и сестрами, когда мы общаемся, то, что мы получили от Иисуса Христа, мы получили прощение грехов, и мы распространяем это Евангелие. И так же мы узнаем эту удивительную истину. И мы готовы отдать всю нашу жизнь. Ничто не будет жалко отдать ради Господа Бога. Наше тело. Да, ничего страшного. Знаете, однажды, знаете, что я сказала моя супруга? Тогда у нас в доме не было кухни. Поэтому она выходила на улицу в специальное место и готовит рис. И потом приносила домой рис. Готовый рис. И я сказал, ой, дорогая моя супруга, прости меня, пожалуйста. Но в следующий раз, когда мы переедем, давай, я перееду в тот дом, где будет кухня, поэтому потерпи. Тогда она вдруг сказала мне, ты что, думаешь, что я вышла замуж за тебя, чтобы жить хорошо? Нет. Главное, что есть чем питаться, а остальное это не важно. Услышав такие слова, я подумал, ничего себе, хорошо я женился. Но это было в сегодняшний раз. но об этом я не могу никак забыть. И каждый раз, когда вспоминаю тот день, я очень благодарен ей. Дорогие братья и сестры, мы ведь так любили Господа Бога, когда получили спасение, верно? Иисус Христос, да, Он себя отдал, поэтому нам было не жалко отдать себя. Мы ведь были благодарны за то, что, да, мы получили спасение, разве не так? Но дьявол забирает наше сердце из такого состояния, говорит, о, какая разница, ты ведь уже совершил грех. Сатана делает, чтобы мы вернулись в прежнее состояние до верности в Иисуса Христа. Петр, когда ловил рыбу, Иисус пришел к нему, сделал костер, приготовил хлеб, приготовил рыбу. Петр, он всю ночь трудился, но не смог поймать ни одной рыбы. Однако, когда Иисус сказал, закинуть сеть в правую сторону, тогда он смог поймать множество рыб. Потом Иисус говорит Петру, Иисус не сказал, Петр, почему ты отрекся от Меня? Пожалуйста, приди в себя. Нет, Иисус так не сказал. Иисус сказал, Семен, Янин, любишь ли ты Меня больше, нежели они? Да, Иисус знает, что Петр трижды отрекся от Иисуса Христа. И Петр, он любил Иисуса Христа. Однако, теперь, его душа находится в другом месте. И поэтому, он начинает вести душу Петра в сторону, в котором он любил Иисуса Христа. Петр сказал, он не мог сказать прямо, что любит Иисуса Христа. Поэтому, ты знаешь, что я люблю тебя. И трижды Иисус спрашивал у него. И все три раза, получая ответ, вопрос такой, он да, он уже забыл о том, что он предал Иисуса Христа, а вспомнил о том, что он любит Иисуса Христа. Да. Я ведь любил Иисуса Христа. Хотя, никто не говорил, люби Иисуса Христа. Никто не говорил, чтобы я трудился ради Иисуса Христа, но я был готов оттуда всю мою жизнь Иисусу Христу. Я был очень счастлив. Это было удивительно. И сердце Петра наполняется в благодарность. Ой, у меня не получается, я ведь трижды отрелся от Иисуса. Какой я там ученик Иисуса Христа? У меня не получится. Нет. Петр, который так думал, теперь начал направлять свое сердце в сторону Иисуса. это не тот Петр, который был раньше. Это не тот Петр, который возмущался раньше. Да. Я ведь кровью Иисуса Христа получил прощение грехов. Да. Это не проблема. Почему же я мучился в этой ситуации? День Пятидесятницы. Дух Святой коснулся его. Он поднимался в храм и увидел храмова и сказал «Да, если я буду смотреть на себя, я не смогу исцелить этого храмова. Однако, ведь во мне есть Иисус Христос. Если Иисус будет действовать, тогда он сможет выздороветь». Поэтому говорит «Посмотри, взгляни на нас». Да, храмы подумал «Сколько же он хочет денег мне дать?» Но Петр говорит «Серебра и золота нет у меня, что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа на заре, встань и ходи». Да, то, что он предал Иисуса Христа, то, что он чувствовал вину перед Иисусом Христом. Да, раньше были только подобные вещи. Однако, теперь Иисус Христос живет в нем. И поэтому через него теперь проявляется сила Господа Бога. Знаете, я сегодня прочитал книгу судей и рассказывается здесь, как Самсуну отрезали волосы. Он при рождении Бог сказал, чтобы не стригли его. Однако, Самсон, он влюбился в Далиду, блудницу. Знаете, когда люди оказываются в чем-то, они не могут оттуда выбраться. И что он говорит Самсону? Откуда же у тебя эта большая сила? Расскажи мне. Однако, она спрашивает для того, чтобы убить. Да, фелисимляне специально хотят узнать источник силы, чтобы уничтожить его. И Самсон об этом прекрасно знает. Но, Далиду говорит, ты ведь меня не любишь, а говорит, что любишь меня. Да, и спрашивает, где источник силы его. Несколько раз он обманывал, однако, Далиду все равно до конца мучила, что он, да, был измучен. и говорит, вот, я смотрю на нее, она же хочет меня убить. Зачем тебе знать источник моей силы? Ты что, хочешь меня убить? Кто тебе сказал узнали об этом? Это фелисимляне, что ли, тебе сказали? Да. Нужно прогнать ее от тебя. Однако, сердце человека такое особое, что, когда оказывается таких мыслей, тогда мысли начинают вести этого человека. Самсон, знаете, что важно? Давид, он совершил грех, который не должен был совершить перед Господом Богом. Он вошел к жене Ури и убил своего подчиненного. Это совершило огромное преступление перед Богом. Однако, у Давида был пророк, который вел его духовную жизнь. В детстве был пророк Самуил. Будучи, пророком наставлял Давида. Когда он стал царем, был пророк Нафан. Когда состарился, был пророк Гат, который наставлял его. Давид, он драгоценный слуга перед Господом Богом. Но он дважды в жизни совершил большое преступление. Первое, он вошел к жене Ури и убил Урию. А второе, это он посчитал израильтян. После того, как Давид согрешил, он мучился, страдал, не мог освободиться от своего преступления. И в этой ситуации, когда он взял себе жену Ури, тогда Бог посылал Нафана и обличает Давида. И Давид меняет свое сердце. Почему? На самом деле, да, все мы можем хорошо вести духовную жизнь. Однако, ведь и вы, когда попадаете под мысли, тогда наши мысли начинают идти в неправильную сторону. Появляются они в вере, и нам кажется, что не получится, кажется, что никакой пользы не будет, кажется, что нам не нужна духовная жизнь. И хотим идти туда, куда хочет идти наша плоть. Мысли начинают вести нас. Но здесь очень важно. Да, Лида говорит Самсону, да, очень настойчиво говорит, где источник твоих сил. Скажи мне, ты разве меня не любишь? Скажи, если ты любишь меня, скажи об этом. Почему ты не можешь сказать об этом? Да, Самсону нужно было взять за шею, Далиды сказать, ты что, хочешь меня убить? Кто требует от тебя, чтобы ты узнала, где источник сил моих? Тогда, Далида ничего не смогла сделать. Да, она бы сказала, вот, филистимляне мне сказали. И тогда бы Самсон сказал, вот, негодяйка. Так ведь мог сделать Самсон. Из-за того, что она ставит Далиду, разве ему станет плохо? Нет, не станет плохо. Однако, когда он был полностью окунут в ней, он не может освободиться от нее. В конце концов, зная, что он может погибнуть, он не может освободиться от Далиды. В конце концов, он говорит свою слабость, и в конце концов, ему срезают волосы, и он погибает. Как я сказал, знаете, что важно в Библии? Если посмотреть книгу Судей, 15 главу, извините, 16 глава, Далиду требовала, и Самсон рассказал источник своей силы. Эмфилистимляне отрезали волосы его, и Самсон потерял силы. И у него вырвали глаза, связали его. Но знаете, что важно? 16 глава, 22 стих. Между тем, волосы на голове его начали расти, где они были отстрижены. Если бы Самсон был бы в себе, он бы понимал, а, волосы ведь растут. А, теперь, когда у меня вырастут полностью волосы, я отомщу им. У Господа Бога всегда была надежда. Но он думает, все, мне конец. Да, я умру с филистимлянами. Именно в эту сторону идет сердце Самсона. Когда вырастут волосы Самсона, у него снова будет сила. И тогда он сможет победить снова всех филистимлян. Да, Лида, скажи честно, ты разве любила меня? Если ты любишь, как ты можешь рассказать мою слабость филистимлянам? Скажи честно. Да? Иначе я тебя убью. Тогда Долида испугалась бы. Да? Вот меня обманула Долида, и я чуть бы не оставил мою жизнь. Теперь у меня есть сила Да, он мог бы жить новой жизнью. Однако, да, он не видел, было непросто. Однако, его жизнь действительно закончилась очень печально. Дорогие братья и сестры, мы находимся в этой планете. В этом мире есть множество церквей, служителей. однако, это драгоценное Евангелие, как мы кровью Иисуса Христа можем получить прощение грехов. Мы получили именно такое благословение. И после того, как мы услышали это Евангелие, это Евангелие входит в нас, оно освободило нас от нашего греха, и мы можем идти с Иисусом Христом. Что можно взамен отдать? Мы получили благодать, которую ни с чем невозможно поменять. я был за это очень благодарен. Во время Рождественской Контакте я напечатал 100 тысяч экземпляров книги «Секрет прощения грехов и рождение свыше», и я отправил их в США. И эта книга вдохновила и поменяла сердца многих американцев. Сейчас очень многие люди ищут эту книгу, чтобы приобрести. и в этот раз решили отправить 80 тысяч книг, но если в прошлый раз бесплатно это было, а в этот раз за каждую книгу по 12 долларов, то я сказал будем продавать. И тогда, по-моему, или 85 тысяч книг заказали. Эта книга, если книги продадут, мне кажется, Господь Бог где-то даст мне средства 300 тысяч долларов. Я не могу представить, чтобы я, продав книгу, могу заработать такие средства. Как такому, как я? Никто не мог даже представить, что такой человек, как я, может написать книгу, которая станет бестселлером, чтобы мои проповеди печатались в газете. Никто не мог представить, даже я не мог представить, потому что я считал, что я не такой человек. Разве это я сделал? Нет. Иисус Христос сделал. Да, когда мы слушаем одинаковую скрипку, есть человек, который хорошо играет, есть тот, который плохо играет. Когда играет на фортепиане, есть те, которые хорошо играют, есть те, которые плохо играют. То же самое, когда Иисус делает. На самом деле, мы кровью Иисуса Христа получили прощение грехов. И после этого, что говорит апостол Павел? Я сораспятался Христом, и теперь не я живу, но Христос во мне. Как Иисус Христос сделал нас? Внешность остается у ксупака. Понимаете? Когда мы понимаем Иисуса Христа в наше сердце как хозяина, тогда Он поменял нас в Иисуса Христа. И все вы теперь изменены. Понимаете? Однако Диаковал делал, чтобы мы думали о нашей плоти, чтобы мы следовали за нашими плотскими желаниями, пухотью. Если мы сегодня будем веровать в истину, тогда будем смотреть на Иисуса Христа. Мы тогда будем едины с Иисусом Христом. Ой, пастор Ксупак, может у вас получается, у меня не получается. Часто мне говорят подобные слова. Кто-то говорит, нет, я же не пастор Ксупак, у меня не получается. Но этот человек прямо говорит слова, которые дает ему дьявол. Разве пастор Ксупак спасение, но у меня не получится. Я ведь не образованный, я ведь плотской, я ведь следую за нашими плотскими желаниями, нельзя. И так ведет наше сердце. Аминь. Но мы через во Иисусе Христе мы новая тварь. Что говорится в втором посланке Римферна? Итак, кто во Христе тот новая тварь. Древней прошло. Теперь все новое. Пастор Ксупака получил спасение. Да, все грязное, все злое, все скверное. Все это прошло. Аминь. Это касается не пастора Ксупака только, а всех нас. Да, всех нас это касается. Прежнее прошло. Я сараспался с Христом и теперь не я живу, но Христос во мне. Теперь в вашем сердце тот Иисус Христос, который находится в вашем сердце, Он убрал из сердца Петра, которое обличало его о том, что он предал Иисуса Христа и вел сердце Петра в такую сторону, в котором он любил Иисуса Христа и спрашивает, любишь ли ты больше, нежели они? Да, я ведь любил Иисуса Христа, я ведь любил Его, я ведь благодарен был Ему, я ведь был готов отдать всю мою жизнь за Него, но почему же я отрекся от Иисуса трижды? Да, я допустил ошибку, однако, это сердце, которое любит Иисуса Христа, это настоящее сердце, это сердце, которое дал мне Иисус, этим сердцем я должен жить, так поменял сердце свое Петр. Давид убил мужа Версави, убил Урию и отобрал жену Ури, человек Божий Нафан, очень сильно начинает обличать Давида, говорит, да, ты мудрый был, но из-за того, что он отобрал жену слуги, да, он не мог уже молиться, да, он не мог уже находиться перед Богом, но Господь Бог через пророка Нафана обличает Давида, а потом говорит, и просил Бог и этот грех, а как? Любовь Иисуса Христа Господа Бога сделала, чтобы мы могли снова быть в Нем. и Давид, хотя сам не мог освободиться, однако Нафан смог сделать так. Люди получили спасение, и потом очень эта душа может стать легко гордой, особенно по отношению слуги Божьей, да, они говорят, ну, главное, что я хорошо веду духовную жизнь, и поэтому среди служителей в этот раз, когда я поехал в город Гуангчжо, я общался с пастором Пакитин, я многое слышал, пастор Пакитин, знаете, что говорит? В этот раз в городе Гуангчжо проводили форум христианских лидеров в СЛФ и пригласили 150 служителей, и пастор, который работал в университете Пиксок, он пришел и рассказывал перед многими людьми, как он получил спасение, и когда я слушал свидетельство, знаете, ему 87, он на 11 лет старше меня, но так ясно выражался, и говорит, современная церковь испортилась, обличал очень сильно, я имел очень много учеников, есть одно, что я сделал неправильно, есть второе, что я сделал хорошо, то, что я сделал плохо, это то, что я неправильно изучил моих учеников, поэтому они так впали в грех, а второе, это то, что я встретился с пастором Паком и получил прощение грехов, и знаете, он потом подошел и говорит, Знаете, есть два ученика, которые говорили о том, что миссия гунёс эта секта, поэтому нельзя с ними общаться. А они сейчас находятся в этом зале. Мы, неважно, кем мы являемся, нет человека, который бы не получил бы драгоценную любовь Иисуса Христа. Он очистил наш грех, когда мы получили прощение грехов. Да, ведь Он глубоко востребил нас. Я должен был попасть в ад, но ведь Он спас меня и дал мне сердце, которое хочет жить ради Христа. Правильно? Мы ведь были такими. И дьявол ведет нашу душу, чтобы мы следовали за плотью. Самсон имел огромную силу, но он надеялся на себя, и поэтому его жизнь была очень жалкой. Если бы Самсон имел бы наставника, как Давид, который прелюбодействовал, но потом, или тогда, когда он сочетал число израильтян, и тогда Бог посылает пророка Гада, который обличает Давида. Да, Давид согрешил, но пророк помогает ему вести здоровую жизнь. То же самое в церкви. Есть служители, которые уходят из церкви. Они все передают Евангелие, но потом начинают следовать за своими мыслями, и потом не могут освободиться от мыслей, которые дает дьявол. Пастор Пакетин, он поехал в город Гуанчжу, и очень подробно рассказывал, какие он трудности испытывал. И я спросил, как ты преодолел эти трудности? Пастор, я просто делал так, как вы мне говорили. И сейчас в Гуанчжу с очень большой силой он передает Евангелие вчера. Сейчас они ищут и хотят купить большую землю, чтобы построить новый молитвенный дом. И мы ходили в горы, посмотрели два места. В душе этого служителя есть любовь к Господа Бога. Вера в себя разрушилась. И каждый раз, когда его душа шла к плоским вещам, было общение и любовь к Христа. Да. Так бывает, что мы начинаем впадать в какие-то мысли. Если бы Самсон, когда он был обворожен Далидой, да, вообще, она хочет меня убить. Как такое может быть? Кто это спрашивает, чтобы узнал, узнала ты, где источник моих сил? У него не было мудрости освободиться от этой женщины. Хотя, он может погибнуть. Если бы в этот момент у него был бы пророк Божий, Самсон, опомнись! Эта женщина хочет тебя убить. Поэтому спрашивает, где источник сил твоих. Не слушай ее. Что это за любовь такая? Не обманывайся! Тогда Самсон мог бы освободиться, и никаких проблем бы не было. Как у сильного человека есть слабости. То же самое у тех людей, которых Бог использует. Знаете, имеют слабости. Другими словами, мы любим Иисуса Христа, и все это оставляем. Бог дает до некоторых трудностей, и потом Сатана говорит так, как будто Бог не будет действовать. И кажется, что Бог не будет любить меня. И многие люди следуют за такими мыслями. И потом они думают, ладно, если Бог не будет действовать у меня, тогда что поделаешь? Люди, впадая в обман Сатаны, есть, которые страдают, и потом гибнут. Я подумал, у Самсона ведь растет волосы. Он ведь мог не умереть. Да. Разве в то время была только одна женщина, да ли, да? Нет. Но из-за того, что он полностью окунут ее, поэтому была проблема. ведь он знает, что Долита хочет убить его, но не может освободиться от нее. То же самое. Сатана очень хитрым образом ведет нас, чтобы мы оставили служение, чтобы у нас было неверие в церковь, чтобы у нас было неверие к служителю Господу Бога, чтобы мы следовали за палатскими нашими желаниями, чтобы мы были охвачены мыслями о том, что у нас не получится. Однако, когда мы думаем о любви Иисуса Христа, когда мы будем смотреть на Иисуса, то я верю, что Иисус Христос удивительным образом благословит нас. В городе Хангджоу мы проводили концерт Рождественской контакты, мы также проводили форум христианских лидеров СЛФ. Многие служители пришли к Господу. В первый день выступали мужской хор городского хора, а во второй день выступала одна солистка из городского хора. И знаете, она изучала музыку вместе с нашей сестрой. сестра училась играть на фортепиано, а она же учила вокал. во второй день женщина, которая выступала, она сказала, что хочет со мной пообщаться. и в семь часов начинается концерт, а она приехала к шести. И оставив всех людей, которые пришли со мной общаться, я передавал ей Евангелие. Но я увидел, что пастор Пахидин уже передавал Евангелие ей, и она наполовину получила спасение. Конечно, но это странно звучит, но я надеюсь, что вы поймете, что я имею в виду. То есть она почти получила спасение. После того, как получила спасение, она очень радовалась. Очень радовалась. Потом она познакомилась с директором хора Грачес, Господь Бог. Он удивительным образом действует у нас. Я был за это благодарен Ему. В этот раз, во время рождественской контакты, многие пастора, знаете, сначала они раньше никогда не хотели прийти, а теперь начали фотографироваться и со мной. Раньше они все убегали от меня. Теперь предлагают сфотографироваться вместе с ними. Дорогие братья и сестры, мы направляем душу в две стороны. В сторону сатаны или в сторону Господа Бога. когда мы слушаем голос сатаны, как в Библии написано о том, что когда Ильи обличал своих сыновей, они не послушались, потому что Бог уже определил убить их. И этот брат тоже подумал о том, что как сыновей Ильи, так же Господь Бог решил убить меня, поэтому у меня не получится. Но Еремия 18 главе я открыл слово и показал ему. Давайте откроем Еремия 18 глава. 7 стих. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искоренес сокрушу и погублю его. Но если народ этот, которого Бог не выбрал, хочет погубить, но что написано в 8 стихе? Но если народ этот, на который я это изрек, обратиться от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. Да, наш служитель, он подумал, а, Бог определил убить сыновей Ильи, поэтому они погибли. То же самое у меня тоже не получится. Однако в 18 главе 7-8 стих два слова я ему прочитал. Тогда наш служитель удивился и сказал, а, мне нужно возвратиться оказывается. И очень радовался и смог освободиться от этого страха. если бы этот брат не общался с нами и сам бы оказался в своих мыслях, тогда бы всю жизнь он думал бы, у меня не получится. Как Петр, если бы не встретился с Иисусом, тогда он бы думал, я должен ловить рыбу, потому что я трижды отрекся от Иисуса Христа, у меня не получится, я должен получить проклятие. Так думал бы Петр. И наоборот, Петр этот человек, который может совершать удивительное дело Господа Бога, но сатана делает так, чтобы он оказался в мыслях, что Бог не будет через него действовать. И Петр был готов оставить свою жизнь, однако пришел к нему Иисус и передает удивительное слово. В нашей церкви есть драгоценный служитель, через который Бог действует. они не с самого начала были такими хорошими. Это и меня касается. Все наши служители. Да, нет ни одного служителя, у которого не было бы ошибок, но порой они идут за плотью, следуют за какими-то плотскими вещами. Было и такое время. Однако, как Еремия 18 главе написано, когда они возвратились к Господу Богу, тогда Господь Бог отнял свое решение и дал свою благодать и милость и сделал им жизнь по вере. Вот какого Господа Бога мы имеем. Однако, Самсон не знал этого, и поэтому не смог вернуться к Господу Богу. Ой, я ушел от Господа Бога, я возлюбил Далиду, женщину возлюбил, а не в Господа Бога. Даже если я возвращаюсь к Господу Богу, что такого произойдет? Вот в каких мыслях оказался Самсон. Ой, эта моих для того, чтобы убить меня, погубить меня, нельзя больше снижить. Прогнать Далиду от себя. Так нужно было ему поступить. Как ты смеешь пытаться убить меня? Кто тебя заставил узнать, источник сил моих? Но у Самсона не было мудрости, чтобы так поступить. Однако, удивительно, Иисус Христос пришел к Петру и говорит, Семен Янин, любишь ли ты меня более нежели чем они? Чтобы в душе Петра или как сердце у женщины взятой в прелюбодяне Иисус Христос наполнил благодарность, то же самое. Да, я не прав, но Иисус Христос ведь очистил мой грех, значит, Он будет действовать через меня. Аминь. А, ведь на Христе уже все закончилось. Аминь. тогда, когда Петр начал идти так, то он стал человеком большой силой. Сегодня дьявол действует и у нас, говоря о том, что у тебя нет веры, ты слишком плотской, любишь этот мир, любишь плоть, любишь поесть только. Так дьявол говорит. И тогда мы начнем следовать за нашими плотскими мыслями. Ну, попробуйте теперь бороться с мыслями, которые дает дьявол. Ну, дьявол, какой человек не любит поесть? Тогда дьявол не сможет ничего вам сказать. Ведь никто, да, из вас нет такого, который бы не любил бы есть, правильно? Все любят есть. Да, три раза в день едим, но все равно мы хотим есть что-то вкусное, когда есть, правильно? Да, я люблю есть. И что дальше? Да, если бы Бог не сделал, чтобы мы любили есть, тогда мы бы погибли от голода. Наш Господь Бог дал огромную любовь. И чтобы, не важно, какой грех мы совершим, если мы возвратимся к Господу Богу, Он прощает нас и Он восстанавливает наши отношения с Ним. Однако, дьявол говорит, что нет, ты слишком плотской, поэтому не получится. Ты слишком следуешь за плотью, поэтому тебе не получится. Да, разве я следую только за плотью? Нет. Я получил спасение. Это спасение удивительное. И когда мы так будем бороться с дьяволом, дьявол ничего не сможет сделать против нас. У меня есть Иисус Христос, у меня есть Христос, который действует. Я могу делать? Да. Я пытался делать плотские вещи, но они неинтересны. Теперь я хочу заниматься делами Господа Бога. Когда у нас будет такая вера, тогда это будет удивительно. Дьявол ведет нас таким образом, чтобы нам казалось, что у нас не получится, что у нас будет ждать провал только. Волосы Самсона. Да. Их отстригли. Но начал расти. Начали расти. Да. Петр трижды отрекся от Иисуса. Но сердце, которое любит во Христа, начало расти. Да. Я следовал за плоти, за мыслями, за какими-то неправильными желаниями. Однако во мне начала расти мысль, которую любит Иисуса Христа. У меня появилось сердце, которое любит Иисуса Христа. А, я люблю Христа. Аминь. Именно поэтому дьявол отойдет от меня. И дьявол не может приступить больше к нам. Люди, к сожалению, иногда следуют за своими мыслями, совершают преступление. Но страшно это тогда, когда принимают мысли о том, что у меня не получится, что у меня нет веры, что у меня не будет. Почему? Потому что это есть голос сатаны. И тот, который понимает этот голос сатаны, обязательно погибнет. Я желаю, чтобы, если вы приняли такие мысли, выбросили их. Нет, сатана, у меня получится. Да, у меня не получится, но если Иисус будет делать, это получится. Иисус умер на Христе и очистил мой грех для того, чтобы действовать через меня. И во мне есть Иисус Христос. Если Он будет действовать, тогда получится. Сатана, ты ведь ничего мне не можешь сказать. Я не буду больше обманываться. Я люблю Иисуса Христа. Я буду жить Христом. Я отдам себя ради Христа. Тогда Он благословит мое будущее и будет миловать меня. Отойди от меня, сатана. Тогда мы Иисусом Христом станем духовными. И в нас Иисус Христос будет жить. И Иисус Христос, который находится в вашем сердце, когда Он будет вести вас, когда Он будет действовать, тогда вы будете людьми славы Божьей, людьми, которых будет благословлять Бог. Вы станете ценными людьми. Да, может, до сих пор вы следовали за плотскими желаниями, за мирскими похотью. Может быть, вы сегодня были грязными. Однако, и сейчас, и сегодня, если возвратимся к Господу Богу, если Бог будет вести, Он хочет разбудить в нас сердце, которое любит Господа Бога. Дорогие братья и сестры, вы ведь следовали за плотскими желаниями, правильно? Ведь следовали за плотью, но теперь, теперь Христом я буду жить. Если Христос за нас, кто осудит нас? Каждое слово, это удивительное слово, за которое я не могу не благодарить Господа Бога. Когда мы читаем Библию, знаете, я стал проповедником Евангелия, я был за это очень благодарен Господу Богу. Действительно, когда мы общаемся, Бог удивительным образом действует. Когда пастор похищен было тяжело, как Бог помогал ему в трудностях, он свидетельствовал, когда были противники церкви, как Бог позволил ему преодолеть все это противление, как Бог защищал его, как Бог не оставил его, как Бог дал новое сердце и позволил уповать на Господа Бога, на Иисуса Христа, обновил его сердце, когда я слушал это свидетельство, я был очень благодарен Господу Богу. Сейчас есть несколько служителей, которые ведут нашу миссию Гуднюс, каждый из них, да, раньше они допускали ошибки, у них были недостатки, это правда. Ой, я не прав, у меня не получается, не так они находятся, они получают силу уповать на Иисуса Христа и посредством силы Иисуса Христа они начнут жить верою, они, да, имеют боль на сердце, тогда, когда люди чувствуют страдания, они знают, что это такое, поэтому общаются с ними и обновляют церковь и милость и благодать Господа Бога не чувствуют. Если подумать, я очень благодарен им. Да, снова хочу сказать, если Самсон имел бы руководителя как Давид, когда Давид прелюбодействовал, казалось бы, все, конец настал. Однако пришел пророк Нафан, обличил его и говорит, Господь просил и ваш грех и придает силу, чтобы он держался за руки Господа Бога и шел к Господу Богу. Люди, даже если не совершили большое преступление, как Давид, даже совершив одно маленькое грех, они отдалятся от Господа Бога. И таких людей очень много. Но пророк Нафан очень подробно объясняет и ведет его. Этот брат сейчас с большой благодарностью служит Господу Богу. Однако есть люди, которые говорят «Нет!» и убегают просто. Да, почему боятся встретиться со мной? Я не понимаю. Они убегают и убегают для того, чтобы не слушать меня. Они не хотят с самого начала слушать меня, следуя за голосом сатаны. Очень жалко этих людей. Если будут со мной общаться, я ведь буду передавать им слово и веру в Господа Бога. «Ой, Господь хочет меня убить, он предопредил убить меня», говорил один служитель. Да, может, даже Бог предопредил, но если мы возвратимся к Господу Богу, тогда мы можем поменять через Библию. Мы можем увидеть, что Господь Бог по-разному действует. Да, если вы допустили ошибку, если вы что-то сделали неправильно, если вы сделали преступление, они будут мучить вас, сатана будет использовать их для того, чтобы подавить вашу веру. Да, мы люди, которые не можем так не поступить. Однажды одна женщина, пастор, в Канкуне, она сказала, «Пастор, у меня есть вопрос, если Бог знал, что мы будем совершать грех, зачем Он сотворил нас?» Тогда я у него спросил, «А у вас есть дети?» «Да, двое». Тогда я спросил, «Если вы знали, что они будут грешить, зачем вы их родили?» Тогда весь зал рассмеялся, и она уже ничего не могла сказать этому. Да, Бог знал, что мы будем совершать грех, однако зачем же Он нас создал? Потому что Бог может поменять нас, поэтому Он создал нас. Мы можем стать как Иисус Христос, поэтому Бог возлюбил нас, и Он каждого из нас, если Бог будет действовать, то и сейчас, даже если мы совершили зло, мы можем стать в такой же вид, как Иисус Христос, и мы можем войти в удивительный мир Господа Бога. Да, не надо встречаться с Иисусом, когда будете находиться во тьме. Научитесь вере, научитесь духовной жизни, и чтобы по благодати Иисуса Христа вы могли идти, и чтобы оставшуюся жизнь вы жили сердцем, которое будет любить Христа, тогда я уверен, что вы будете очень счастливы. В 2017 году мы начали движение СЛФ, и весь мир теперь возвращается к Библии. Уже 150 тысяч служителей, эпископы, самые старшие служители, работают вместе с нами. Они хотят учиться у нас. На прошлой неделе девять человек, которые работают на высокопоставленной должности в Кене, они приехали к нам, получив спасение, они очень радуются. Президент Того, когда мы с ним встретились, я сказал, давайте я буду готовить ваших сотрудников месяц. Но месяц, для них это очень долгий срок, и поэтому они приехали на одну неделю из Кении, но в Кении хотят получить это майн-образование. Майн-образование и есть и Евангелие. Можно просто передать Евангелие, но даже можно передать Евангелие и через майн-образование, поэтому это очень хорошо. Через школу на Горитой Док многие министры приезжают и хотят учиться, руководить школой. Многие министры и короли хотят отправить детей, и мы сейчас готовим все условия, необходимые, чтобы принять их. И мы хотим действительно, чтобы эта школа стала лучшей школой в мире, и также, чтобы дети научились жить, веруя в Иисуса Христа, потому что это будет удивительно. Ваше решение, не надо на этих вещах уповать. Христос, которого будет действовать, в Него уповайте. И давайте будем жить жизнью веры. Давайте будем любить Христа и не будем следовать, как Самсон, за плотскими желаниями, чтобы наша жизнь не закончилась такой печальной, как жизнь Самсона. Давайте будем любить Христа, будем отдавать наше время ради Христа, будем отдавать наше время, наши средства, будем общаться и будем жить ради Христа, ради Господа. Когда я буду заботиться о себе, когда Он будет обо мне заботиться, это будет намного лучше. И я отдаю себя Господу, а Господь заботится обо мне, и тогда будет очень прекрасной жизнью. Тогда, когда у меня болел желудок, Он исцелил мою желудок. Когда у меня было слабое сердце, Он укрепил мое сердце. Во многих вещах Господь Бог помогал и благословлял меня. Теперь оставшуюся жизнь, неважно, вы уже в возрасте или молодые, живите, уповая на Господа Бога, живите, уповая и получая руководство от Господа Бога. И эта жизнь будет действительно самой удивительной жизнью. Будем отдавать себя. Не будем просто наблюдать за этим. Давайте чуть пораньше будем приходить в церковь, будем чуть больше молиться, чем другие, и будем жить любя Господа Бога, чтобы у нас была любовь к Господу Богу, чтобы Бог мог трудиться, чтобы вся планета, видите, как мы действуем, чтобы они принимали это Евангелие. Давайте будем трудиться так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok